Шрут для тех, кто едет за покупками или в гости к родственникам, длиннее на 6 километров. Это не менее получаса в пробках. В часы пик еще больше. То, что дорога внезапно становится платной, для многих водителей неприятный сюрприз. Но нежелающих платить разворачивают. Что мне теперь делать? Что делать? Кто-то сдается и сдает назад, но большинство все-таки достает кошельки. За то, чтобы охрана открыла шлагбаум, на кассе нужно заплатить 50 рублей. Доступны также многоразовые карты. С ними въезд дешевле в два раза. Причем на чеках, которые дают водителям, указано, что оплата произведена за парковку. Самые дисциплинированные считают, что это оплата за стоянку у соседнего гипермаркета. Деньги отдают безропотно, но с сомнением. Вы за что вот только что заплатили? Я сама задаю вопрос себе постоянно. Скажите, а вы вот за что сейчас платите? Ни за что. Ни за что. Я если сейчас съезжу домой и из дома, я отдам 100 рублей. Дело в том, что один из съездов с Калужского шоссе проходит по территории огромного строительного рынка. И именно его администрация распоряжается этим участком дороги. И она решает, как ограничивать транзитные маршруты. Мы поставили на том основании, что здесь очень много было транзитного транспорта. Недовольны только те, кто, как я говорил уже, просто так катаются. Вы какое-то разрешение получали на установку? Зачем? Это наша территория. Какое тут разрешение? В администрации ближайшего поселения уточняют, территория вдоль Калужского шоссе стала частной много лет назад. А съезд с него дорогой в инженерном смысле не является. Это просто нанесенное на частной территории асфальтовое покрытие. Действительно, все ограждающие устройства стоят в границах земельного участка, который принадлежит собственнику. Выкупить это асфальтовое покрытие у владельцев рынка власти обещают в ближайшие два года. А до тех пор водителей тут будет встречать шлагбаум.